Трое членов экипажа МКС успешно вернулись на землю, а в Германии провели массовые эвакуации за бомбы времен Второй мировой войны. Об этом и не только в нашем обзоре. Внимание всего мира приковано к Венеции. Там проходит 74-й кинофестиваль. Самые ожидаемые гости Джордж и Амаль Клуни приехали, чтобы представить новую сатирическую комедию «Субрубекон». Фильм снят по сценарию братьев Коэн, написанному 30 лет назад. Действия проходят в вымышленном американском городке в 50-е годы 20-го века, когда общество было одержимо идеей сделать Америку снова великой. Главные роли в фильме сыграли Мэтт Дэймон и Джулиан Амур. По словам Клуни, фильм о том, как американцы смирились, что не могут решить проблему расовой дискриминации. По его мнению, этот вопрос актуален и сегодня. Трое космонавтов с Международной космической станции успешно вернулись на Землю. Астронавтов оперативно эвакуировали из капсулы, которая приземлилась в Казахстане. В НАСА сообщают, самочувствие всех членов экипажа хорошее. Джек Фишер и Фёдор Ючихин провели на орбите 136 суток, а Пэгги Уитсон – 288 суток. И это рекорд для женщин, отмечает НАСА. Во Франкфурте крупнейшая в истории современной Германии эвакуация. Бомбу Второй мировой войны нашли во время строительных работ в университете Гёте. Свои дома уже покинули около 70 тысяч горожан. Пациентов в больнице пожилых людей начали вывозить накануне. Чтобы ситуацией не воспользовались грабители, полиция усилила патрулирование. В районе спецоперации дежурят более тысячи сотрудников экстренных служб. Вечером пройдет операция по обезвреживанию огромной авиабомбы. Планируют, что уже к ночи люди смогут вернуться домой. Роботы-сказочники. В скором времени диснеевские игрушки смогут сами выбирать, какую сказку рассказывать ребенку на ночь и даже сочинять истории. Ученые из Массачусетского университета совместно с компанией Дисней доказали, что искусственный интеллект способен распознать среди множества текстов те, которые больше всего нравятся. А это значит, что в будущем игрушки-роботы будут выбирать сказки, которые вызывают у детей наибольший эмоциональный отклик. В Японии официально объявили о помолке принцессы Мака с простолюдином. Внучка императора Акихита выйдет замуж за однокурсника Кея Камура. Влюбленные познакомились, когда учились в Международном христианском университете в Токио. Точно известно, после свадьбы принцесса лишится титула. Впрочем, императорская семья одобрила ее выбор. Мака и Кея Камура проведут традиционный обмен подарками, а затем семья жениха передаст семье невесты свои предложения относительно свадьбы.